Борода Борода является персональной особенностью Билсона, которая позволяет ему создать мясное чурчело без надобности опускать свой рассудок ниже 40%, чтобы убить кролеброда и получить клочки бороды с него. Борода имеет три стадии роста. Щетина, борода, густая борода. Во время зимы лучше не брить бороду, так как густая борода защищает от холода, как зимняя шапка. Бритье бороды восстанавливает 10 единиц раз в сутка. Щетина появляется на пятый день. При сбривании вы получаете один клочок бороды. Теплоизоляция 15. Борода появляется на девятый день. При сбривании дает три клочка бороды. Теплоизоляция 45. Густая борода появляется на семнадцатый день. При сбривании дает девять клочков бороды. И теплоизоляция 135. Рог. В дом старых власть в гигантах борода имеет те же свойства зимой, то есть согревает, но летом она наоборот причиняет вред. Лето в значении теплоизоляции бороды вычитается из общего значения защиты от перегрева. Таким образом, перед наступлением лета бороду желательно сбрить. Борода Вебера. Вебер тоже может отращивать бороду, но только из паутины. Также имеет теплоизоляцию, но также мешает охлаждению летом. Время роста. Щетина появляется на четвертый день. При сбривании дает одну паутину. Теплоизоляция 11. Борода появляется на седьмой день. При сбривании дает три паутины. Теплоизоляция 33. Густая борода появляется на десятый день. При сбривании дает шесть паутины. Теплоизоляция 101. В Don't Start Together уже есть дополнение «Власть гигантов», так что желательно следить за стадиями бороды в летнее время. Борода в Вуди. В DLC у Вуди появилась теплоизоляция от бороды, а именно в 45. В отличие от предыдущих персонажей, она не растет, и ее невозможно сбрыть, а значит она будет у вас с самого начала и до самого конца. И это является относительным плюсом. Летом она доставляет немало проблем, но зимой наоборот может помочь вам. Продолжение следует...